Это не аллея славы в Голливуде, а учебная аудитория на факультете филологии и журналистики в Оренбургском госуниверситете. Тем не менее, звезды кино с мировым именем бывают и здесь. Студенты и преподаватели встретились с исполнителями главных ролей художественного фильма «Фрайштадт» Александром Хельдом и Анной Буллард-Вернер, а также с представителями фонда «Белая роза». Эта встреча состоялась в рамках Дней немецкой культуры, которая проводится в городе Оренбурге, и организатором этих дней является фонд «Евразия». Мы уже на протяжении более 10 лет являемся активными участниками этих дней. Вопросы, которые наши студенты задавали, они были разные. Они были связаны и с политическими событиями в мире, и непосредственно с фильмом, и вопросы, касающиеся личности актеров, так скажем, играли ли они в футбол, поют ли они и так далее. Встреча с немецкой делегацией не ограничилась обсуждением премьеры нашумевшего фильма. Одна из студентов кафедры связи с общественностью журналистики ОГУ адресовала свой вопрос, связанный со сложившейся политической ситуацией, член управления фонда «Белая роза» Уинфриду Фогелю. Я решила у него спросить в свете последних политических событий, отличается ли образ настоящей России, в которой они живут последние несколько дней, от образа, который сегодня рисуют, можно сказать так, современные немецкие СМИ. Меня немножко поразила его эмоциональность в ответе. Самое главное, он сказал о том, что есть пропаганда там, и на эту пропаганду уже не ведутся обычные граждане. Время встречи было ограничено. Присутствующие аплодисменты поблагодарили зарубежных гостей за беседу, а декан факультета филологии и журналистики вручила им подарки с символикой ОГУ, которые будут напоминать им об этой встрече в университете. Я первый раз не только в Оренбурге в университете, но и первый раз в России. Впечатления мои очень положительные. Такой огромный интерес я чувствую к нам, что очень здорово во всем этом межкультурном контексте. Спасибо. Спасибо. Спасибо.